Доброго времени суток, уважаемый коллега, на связи Роман Салихудинов и мы начинаем серию видеоуроков, в которых мы создадим проект и 3D модель дома с помощью библиотеки проектирования зданий и сооружений АСАР. Что мы с вами будем делать? Мы с вами создадим план цокольного этажа, план первого этажа, далее план кровли и в дальнейшем получим 3D модель этого дома. Сейчас я вам покажу 3D модель. Вот 3D модель дома мы получим с помощью технологии Майндэ и также с помощью библиотеки Артисан Рендеринг мы получим с вами реалистичное изображение данного дома. Вот такая красивая картинка у нас получится на выходе. То есть у нас будет с вами готовый проект и готовая 3D модель, также готовые изображения уже можно будет предоставлять заказчикам либо еще кому-то. Итак, что нам для этого понадобится? Во-первых, нам понадобится компас и строительная конфигурация. Значит, сейчас у меня стоит компас 3D версии 13, сервис пак 2 и строительная конфигурация также установлена вторая. То есть сервис пак 2. Если у вас машина строительная конфигурация, то вам нужно скачать строительную конфигурацию и установить. Скачать вы можете с сайта secret.compass3d.su и здесь в разделе каталог файлов есть все эти обновления. Вы их найдете, скачайте их. То есть также порядок какой. Сначала вы обновляете сам компас 3D и далее уже обновляете свою конфигурацию. В общем, если же вы перейдете на строительную конфигурацию с машиностроительной, то возможно у вас по умолчанию, скорее всего невозможно, а так и будет, значки будут большего размера, поэтому вам нужно выполнить следующие настройки. Вы зайдите в сервис, далее зайдите в параметры, откроется окно параметры. Перейдите на вкладку система, далее вот раскройте ветвь настройка интерфейса и здесь вот размер значков. И поставьте галку, чтобы единый размер у всех значков был 16 на 16. Ну, если вам нужно, если у вас, так сказать, экран небольшой, то можно в принципе изменить. Вот я просто изменил, чтобы вам удобнее было ориентироваться, можете тоже поменять. Вот это первое, что нужно сделать. И второе, значит, по умолчанию у вас уже должна, при установке строительной конфигурации, у вас уже должна быть по умолчанию строительная конфигурация. Если же это по каким-либо причинам не произошло, то зайдите в сервис, выберите профили и вот выберите вот эту профиль АЭС, то есть это как раз профиль, который настроен по стандартам СПДС. Вот в данном случае у меня этот профиль. Вот этот профиль выберите, нажмите здесь применить и закройте окно. Третье, возможно, у вас библиотека проектирования зданий и сооружений АЭСР, которой мы будем пользоваться, она у вас здесь не будет отображаться. Поэтому зайдите в менеджер библиотек, далее раскройте ветвь архитектуры строительства и подключите ее. Вы ее подключили. И далее, чтобы панель у вас отображалась со всеми остальными панелями, кликаем правой клавишей мыши в любом месте. И вот она у нас внизу, библиотека АЭСР, ставим галочку и она у нас появится. Вот, в принципе, и все настройки, все, что вам нужно будет сделать для того, чтобы создать проект и 3D модель дома. И сейчас расскажу небольшую предысторию вообще, с чего все это началось. Недавно один из подписчиков прислал мне проект своего дома. И, конечно же, он выполнен в машиностроительной конфигурации. Вот, если посмотреть отдельно, открыть стены, то видим в дереве модели, что все стены, все проемы выполнены с помощью базовых формообразующих команд. Это операция выдавливания, вырезать элемент выдавливанием и так далее. И вы можете представить, посмотрите, дерево модели здесь немаленькое. Можете представить, да, как это все трудоемко. Вот, даже эскизов около 70. Вот, даже 71. Вы сами представляете, как все это трудоемко, сколько это времени заняло. И, просмотрев все видео уроки, вы поймете, как быстро и легко можно создать проект и 3D модель, и как все это легко корректировать. Ну, в принципе, все. Введение, настройка закончилось. Переходите в следующий видео урок, и мы с вами начнем создавать дом. Переходите в следующий видео.